Генетическая ошибка предполагает признание или отвержение тезиса не на основании его истинности или ложности, а на основании его происхождения. Так, когда Филипп находит Нафанаила и говорит его «Мы нашли того, о ком писали Моисей в законе и пророки, Иисуса сына Иосифа из Назарета», тот отвечает «Из Назарета может ли быть, что доброе?» Вместо того, чтобы выяснить, на каком основании пришел его собеседник к такому заключению, Нафанаил отказывается рассматривать свидетельство. Филипп же в ответ предлагает применить прагматические критерии, говорить ему «Пойди и посмотри» Евангелие Теана, 1 глава, 45-46 стих. В случаях, когда источником происхождения, на основании которого отвергается тезис, служится не просто время или место, а человек или группа людей, которые выдвигают его, генетическая ошибка представляет собой частный случай аргумента от Хомини, как в случае с Никодимом в Евангелие Теана, 7 глава, 50-52 стих. Нередко именно к этой уловке прибегают неверующие, отказываясь рассматривать свидетельство в поддержку библейского учения. К какой сфере бы они не относились к философии, науке, истории, этике, личного опыта и так далее. От мракобесов может ли быть что доброе? От святош, от христиан, от христианистов, от моралистов и так далее. Но и провозглашать истинность тезиса исключительно на основании его происхождения также будет ошибочно. В данном случае генетическая ошибка сближается со ссылкой на авторитет. Например, предлагаемое толкование исходит из вековой мудрости народа Н. Если в качестве народа Н упоминается, скажем, еврейский, китайский, греческий или какой-либо другой древний народ, то это будет еще и ссылка на старину, противоположие ссылке на новизну, речь от которой пойдет позже. Так стоит, к примеру, синтенцию «Глаз народа, глаз Божий» написать на Атене «Vox Populi, Vox Dei». И ее будет легко выдавать за обоснованный тезис. Хотя одного лишь примера с судом над Иисусом достаточно, чтобы убедиться в его ложности. Если же речь идет о вековой мудрости нашего народа, то такую формулировку генетической ошибки можно назвать «своя рубашка». Мы склонны с большей степенью доверия относиться к сведениям из источника, с которым отождествляем себя, и с меньшим, и с чуждого нам. К примеру, к аргументу из серии «Наш пастор сказал», как правило, относится с большим доверием, чем в иностранной книжке написано. Субтитры создавал DimaTorzok